Переходим к следующей осени. Это чистая осень. Из всех осеней, которые существуют, это наиболее теплый типаж, в котором теплота проявлена, скажем, открыто, очевидно, и это видно даже по фотографии. Тут особо не нужно задаваться вопросом, теплый колорит или холодный. Здесь теплота очевидна. И, естественно, для этого колорита вариант вот этого компромисса тепло-холод, который в розовом кварце есть, не устраивает. Здесь нужен оттенок откровенно теплый, несущий в себе тепло. Ну и всей гаммы максимум, что я могла предложить вам, вот дать оттенок манго, который, ну, так сказать, хоть в какой-то родственной связи состоит с розовым кварцом. И дальше уже идут вообще, так сказать, такие песочные тона, которые еще дальше уходят, естественно, от розового. Давайте посмотрим, с чем же соединить подобные оттенки. Конечно, мы можем предложить оттенки, в которых есть осенняя чистота. Осенняя чистота, как я уже говорила, вот эти характеристики, они относительные. То есть это наиболее чистые оттенки из осенних. Они никогда не будут такими же лучезарными, как весенние чистые оттенки. Они будут все равно более густыми, но достаточно звонкими, достаточно яркими, при том, что в них будет капля серого все равно оставаться. То есть вот такая немножко, два шага вперед и один шаг в сторону. То есть вот такой принцип здесь будет работать. И тогда при объединении, так сказать, сочетании двух-трех оттенков здесь будет создана максимально эффектная композиция для данной внешности.